Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать немножко о Куглофе. Есть в северной части Сербии маленький городок, с Римской Карловцы называется. И там существует женское общество, которое производит и рекламирует куглов, как самый старинный и модный рецепт на свете. Куглов – это венгерское слово и означает на русский, как кулич. Куглов был незаслуженно отодвинут на второй план на долгие годы, а являлся обязательным продуктом на столе для завтраков, обедов и ужинов. Подавался к чашечке кофе или чая, к стакану молока или вина. Существует множество рецептов куглофа. Я вам сегодня предложу один из самых простых. И называется он «Шоколадный». Индегриенты оставлю в описании. Ну что ж, приступлю. Сначала нарежу белый и чёрный шоколад на мелкие кубики. Разломав шоколад на мелкие кусочки, я буду сейчас взбивать маргарин и сахар. Взбив маргарин и сахар, я сейчас буду сюда добавлять яйца. Мне нужно 5 штук, но обязательно нужно по одному яйцу добавлять. Значит, по одному яйцу. Когда взбили яйца, добавляем муку и один разрыхлитель. А потом 100 граммов молока в конце. И соединяем с шоколадом. Так, в конце измеряем, значит, 100 граммов молока. Меряем. Так, неудобно немножко снимать. Так, 100 граммов ещё немножко. Всё. Так, вот 100 граммов. И высыпаем в нашу массу. Ну вот, вот такая масса у меня получилась. С кусочками шоколада. И сейчас я её буду перекладывать в мою форму для запекания. Она у меня вот такая, огнеупорная. Сейчас я её смажу маслом и посыплю хлебной крошкой. А потом вот эту массу буду пересыпать сюда. Вот в таком положении я мойку гулов отправляю в духовку на 170-180 градусов выпекаться 30-40 минут. Потом посмотрим, что получилось. Жду, пока испечётся мойку гулов. А тем временем я сделаю глазурь на водяной бане. 150 граммов молока. 50 грамм сахарной пудры. Дальше шоколад надо разломать. Значит, я разломала 200 грамм шоколада. И возьму одну чайную ложечку сливочного масла. Вот я загребла одну чайную ложечку сливочного масла и добавляю сюда. И буду всё это варить, эту глазурь на водяной бане, пока печётся мойку гулов. Глазурь готова. Итак, мои дорогие друзья, я перевернула из моей формы для запекания гулов на вот такую тарелочку. И сейчас буду поливать глазурью. Вот так выглядит куглов. Сейчас я его залью глазурью и потом разрежу. Здесь необязательное правило, чтобы глазурь поливалась ровно. Здесь просто надо идти вот так вот вокруг и она сама будет разливаться. И это будет всё, что надо. Смотрите. Смотрите. И так, друзья, это финиш. Сейчас я его разрежу. Шоколад, он прямо не дает разрезать ровно. Отвалился кусочек, но ничего страшного. Видите, он такой рассыпной получается, его просто невозможно задержать. Все. Желаю всем удачи. Спасибо, что были со мной. Субтитры сделал DimaTorzok